Бонжорно всем посетителям канала Самый Лучший Рейтинг С вами Луиджи и сегодня мы рассмотрим топ 10 лучших игр про выживание Сразу предупреждаю, ни Дэйзи, ни Раста, ни других игр, которые еще находятся на бета-альфа-стадиях разработки Здесь вы не увидите Это ты здорово придумал Поэтому писать в комментариях разную хрень Дэйзи лучшая игра, а здесь ее почему-то нет Мне мама говорила, что Раст клевый, а где он? А то, пацаны, в этом топе нет ни одной нормальной игры К примеру, Дэйзи Я бы не советовал, лучше... Нормально! Итак, поехали! На 10 месте How to Survive Сотни зомби, мочете в руки и возможность самому мастерить более изысканное орудие уничтожения Что еще нужно, чтобы увлеченно встретить промозглый осенний вечер в уюте? Ничего, если за такой уют просит так мало How to Survive получилась простенькой игрой о выживании на островах, полных зомби Этакий гибрид, дит, айленд и дьябло И именно своей простотой она привлекает Здесь есть все, что нужно для нескольких веселых вечеров в компании На 9 месте Места не нудные и однообразные Но все равно полное британского очарования игра Это тот самый культовый проект Способный покорить вас и сделать завсегдатаем своего мира Или же не зацепить вовсе В воздухе разрушенной Англии витает пепел пустоши Fallout Пыль зоны сталкер И запахи черно-русских полей дейзи Только вот занятия на ее необитаемых просторах немного Игра дает почувствовать себя в шкуре затравленного зверя И это незабываемое ощущение Но... на один раз А на 8 месте Террария Террария Это по-настоящему бездонная игра В которой с каждым часом открываешь для себя что-то новое Это задорная приключенческая игра Где игрокам поодиночке Или в корпоративе придется строить себе дом Сражаться со злобными монстрами И добывать себе руду и материалы для крафта более крутого снаряжения В наличии несколько злобных боссов Ад, как часть игрового мира Бесплатные обновления и море веселья И да, поначалу она кажется обыкновенным клоном Майнкрафт Но стоит только поиграть И это сравнение у вас сразу же вылетит из головы Герои, денные и ночно, снуют по окрестностям Помогают одиноким путникам И делают все, чтобы жители родной коммуны Уважали их, и чувствовали себя в безопасности Проезжая мимо еще вчера обитаемого, а сегодня зачищенного Нежитью дома, невольно вздыхаешь об участи соседей Ползая на карачках вдоль зараженной зоны Действительно сомневаешься, стоит ли туда зайти Все идеи связываются в отличную игру Получается, за скромные деньги тут предлагают Самый подробный и правдоподобный симулятор выживания в конец света На шестом месте Робинсон's Requiem Уже через пять минут игры Вы горячо возблагодарите Бога за то Что попали в зону Где воздух пригоден для дыхания А через пятнадцать минут Всей душой полюбите местных животных Причем вовсе не потому Что своими когтями, клыками и шипами они стремятся Приблизить ваш конец А потому, что их мясо съедобное достаточно питательно Чтобы кое-как им перебиваться А из шкур получается отличная одежда Теплая и непромокаемая Игра принадлежит к числу немногих настоящих симуляторов Выживания предусматривает все мелочи С которыми можно было бы столкнуться в реальности А кажись подобная ситуация возможной Пятое место I'm alive Очень атмосферная игра и одновременно неплохой тренажер По выживанию в условиях конца света Здесь убивают за бутылку воды И едят человечинку только ради того Чтобы выжить Игра выделяется на фоне других игр уникальной атмосферой И стилистикой Она заставляет думать на два шага вперед И в буквальном смысле выживать Экономя каждый патрон и каждую бутылку воды И вот это Ощущение постоянной борьбы за существование И делает проект Достойным внимания На четвертом месте Minecraft Безграничная степень свободы и полное непонимание происходящего Порог, который необходимо перешагнуть Чтобы окунуться в этот мир с головой И если вы давно хотели найти игру Где нужно по-настоящему выживать То эта игра Заслуживает вашего внимания Minecraft Это настоящее открытие в игровом мире Это игра В которую может играть любой И каждый вынесет из нее что-то свое Независимо от своих способностей Навыков и фантазии Создавая что-либо Вы получите свой собственный Очень ценный опыт На третьем месте Dead Island Активный отдых на тропическом острове В программе развлечений Четвертование толп живых мертвецов Изготовление оружия из пляжного инвентаря И солнечные ванны Если вы не успели за лето разжиться бронзовым загаром Dead Island решит эту проблему Игра очень красивая И интересная Битвы сочатся адреналином Прокачка не надоедает А радость от нового мачете Сравнима лишь с радостью от новой катаны Свободой действий Вкупе с сыплющимися на вас Побочными квестами от выживших людей Раскиданных по всему острову Делает игру крепким проектом Причем не только для любителей Истребления зомби Но и для поклонников нелинейного прохождения Второе место занимает This War of Mime Один из лучших представителей жанра Сувайва в уникальном сеттинге Показывающий все ужасы войны для тех У кого в руках нет табельного оружия Игра очень сильно бьет по эмоциям И почти всегда попадает в цель Она предельно честная И правдивая И очень жестокая Это одна из лучших игр Кроме шуток Игра оставляет после себя Такое обилие разнообразнейших Эмоций и впечатлений На какое мало какое кино Или книга бывают способны В центре сюжета группа людей Которые пытаются выжить в городе Где идут военные действия Превосходная графика Мрачная атмосфера и грустный сюжет Делают свое дело Слезы могут навернуться на глазах Куда быстрее Чем вы поймаете себя на мысли о том Что это просто игра И на первом месте Это Пока что лучшая история Робинзона Круза Рассказанная через формат видеоигры Она предназначена для тех Въедливых естествоиспытателей Которые готовы отправиться На освоение нового мира Чтобы продержаться в нем Как можно дольше Занимаясь охотой Собирательством Фермерством и исследованиями Это глубокий Разнообразный Продуманный Симулятор борьбы за жизнь Игра Возводит в абсолют Механику выживания Постоянно генерируя Неожиданные проблемы И подсовывая Нестандартные задачки А на этом все ребята Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите в комментариях Что не так До новых встреч Аривидирдж А ты что ждешь дружок? Анекдот? Тогда слушай Когда он вошел в комнату Его походка была столь же легкая И изящна Как и в любой другой день Речь была так же красива И приветлива Как обычно Но Несмотря на это Все моментально поняли Что он сильно пьян Пальто было застегнуто На правое яйцо Субтитры сделал DimaTorzok